Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. И нет, это не симулятор козы. У нас в эфире мир кораблей и корабль Североморск. Этот аппарат можно построить на верфи за достаточно приличную сумму. Более 50 тысяч золота нужно будет инвестировать, если хотите вы его сразу купить. Ну и естественно для вас, друзья, я это сделал. И мы будем смотреть на то, что из себя представляет этот замечательный корабль. Посмотрите, наш совершенно шикарнейший камуфляж с маленькими человечками, которые стоят на борту. Мне интересно, вот можно ли смотреть какие-то лица. Там это действительно клоны или все-таки это реально живые люди. Да, смотрите, кто тебе отдает честь, кто-то просто стоит. Очень прикольно. Красивый, конечно, камуфляж. Да, но помимо камуфляжа в корабле еще должно быть что-то. И если это что-то у Североморска, давайте разбираться. Если посмотреть на корабль визуально, он напоминает корпус, ну, наверное, где-то приблизительно девяточки Советского Союза. Хотя Советский Союз, он такой более бронированный и более обладает высоким профилем в этом плане. Сам по себе Североморск, конечно, бронирован слабее 330 мм и носовой здесь оконечности 32 мм без следов какого-либо усиления брони. Также палуба 38 мм, очень скромный показатель для советских линкоров. Ну и здоровущая будка ангара 19 мм, куда, естественно, залетает вообще все, что можно на свете. В общем, по броне корабль выглядит достаточно слабо, но не в этом его сила, наверное, как вы подумаете. Боиспособность, кстати, очень впечатляющая, 97 тысяч хп, ну, 23% противоторпедная защита. Североморский является гибридным линкором, здесь в наличии есть авиация. Два вида самолетов, это обычные бомбардировщики Су-2 с Чкалова, с такой кругленькой пипкой, как у Графа Цепелина. И топ-мачтовые Су-6, которые находятся на Нахимове. Вот, ну и, в общем, с самолетами тоже не все совсем просто. Покажу сейчас, как именно все это работает. Что касается главного калибра, весьма неплохие 406 мм, с шустрой перезарядкой 26,4. В этом плане он, наверное, немножко так сравним с Монтаной. Но разброс, конечно, 270 метров намекает на то, что до Монтана ему далече, при максимальной дальности 23 километра. Тем не менее, корабль, в принципе, за счет неплохой баллистики дает приятные залпы. Но точность очень сильно страдает здесь, на дальние расстояния. Честно говоря, без таблицы какой-либо затрудняюсь сказать, какая здесь схема разброса. Такая же, как на обычных советских линкорах или все-таки нет. Если кто-то в курсе, подскажите. К сожалению, посмотреть это негде. В наличии есть авиаудар. Все нормально, 11 километров. Очень неплохое по цифрам ПВО. И, кстати, противоминный калибр тоже весьма такой впечатляющий. Большое, реально, количество башен. По 7 башен вот этих вот 130-к на каждый борт нашего Североморска не имеется. Ну, единственное, что ПМК, конечно, на советах особо ничего не делает. Что касается маневренности. Стандартная такая американская скорость. 30 узлов плюс 5% в 31,5. А вот радиус циркуляции совершенно гигантский. 1200 метров. По-моему, это вообще один из самых больших радиусов на моей памяти. Я даже вот посмотрю, наверное, не знаю на кого. На какого-нибудь супер-пупер Ганновера. Или супер-пупер Сацуму. Нет, здесь меньше. И здесь тоже меньше. Мне кажется, что... А, ну вот, только Ушакова. Да, Ушаков в этом плане побеждает. Но, тем не менее, 1200 метров, конечно, это очень много. Длинный корабль. Плюс к тому, орудия разнесены по всему корпусу в длину. И, соответственно, достаточно сложно из них стрелять с полного борта. Приходится сильно доворачивать борт. Ну, и при таком бронировании, вы сами понимаете, чем это заканчивается. Маскировка 13,7 километров. Здесь все неплохо. Ну, и давайте поговорим про главную фишку. Это боевые инструкции. То есть, ульта. Оперативная подготовка эскадрильи. Как это действует? Действует это очень любопытно. Вам нужно получить 10 раз по 125 тысяч потенциального урона. То есть, миллион 250. И у вас начнет, ну, в общем, зарядиться. Это самая оперативная подготовка. Если вы не будете получать урон, ничего страшного. У вас есть 420 секунд, прежде чем начнет сбрасываться счетчик. Ну, 420 секунд, это, сами понимаете, это очень-очень много. Это, в общем, почти там 7 минут, наверное, где-то так. 6,7, 42, да, примерно так. Вот. Ну, то есть, в любом случае она копится, пока вы находитесь в бою. Что же происходит, когда вы активируете инструкции? У вас время подготовки, перезарядка, снаряжение. То есть, соответственно, ремонта и хилки в два раза сокращается. И таким образом хилка у вас превращается в очень-очень быструю. И при этом на 80% скорость перезарядки самолетов тоже сокращается. Вроде как выглядит все весьма убедительно. Плюс к тому не требуется какой-то хитрый командир. Здесь обычный кэп вполне себе даже зайдет. Кажется, что корабль выглядит достаточно убедительно. У нас на борту есть хорошая артиллерия 46 мм. Ну, да, достаточно, конечно, уязвимый корабль. Но вполне себе можно его реализовать. Да, есть самолеты, дополнительный бонус. Выглядит все прям неплохо. Давайте попробуем сейчас реализовать его в бою. Так, ну что ж, друзья, попадаем мы с вами в дивный новый мир сломанного автопилота, который, кстати, отмечу, сломан в новом обновлении. Периодически корабль застревает и сбрасывает скорость. Поэтому обратите на это большое ваше внимание. К сожалению, автопилот в этом обновлении поломался. Это особенно остро чувствуешь, когда пытаешься управлять и кораблем, и самолетами. Итак, первое, что мы с вами замечаем, совершенно дичайшее время перезарядки бомбардировщиков. Получается, что они заряжаются целых 6 минут. Что, конечно, очень долго. Ну, или 5 минут с самого начала. Вот. Это очень, конечно, впечатляет. То есть, начать использование нашей авиации мы сможем только уже ближе к середине боя. И, да, можно теоретически все это устроить при помощи использования боевых инструкций. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что и действуют инструкции в течение 7 минут. То есть, в принципе, по-хорошему вы, когда дойдете, уже достреляете до этих инструкций, уже половина боя пройдет. И половина боя, как правило, наверное, закончится к этому времени. То есть, вам надо один раз настрелять миллион двести пятьдесят тысяч урона. И тогда вы получите вот такой шикарный баф. Но здесь момент следующий. Да, ваши самолеты начинают заряжаться быстро. В минуту фактически каждая авиагруппа заряжается. Но, чтобы вы понимали, это уже вторая половина боя. Уже бой ближний, уже все светятся. И в ближнем бою реализовать авиацию это не такая-то и простая задача на самом деле. То есть, вам придется думать, как можно все это реализовать в ближнем бою. И, честно говоря, однозначного вывода-то и нет. Вот. Плюс к тому, да, вы можете с удовольствием настреливать свои боевые инструкции. Здесь позволяет вам артиллерия хорошо стрелять. Позволяет вам дальность стрельбы реализовывать свой корабль. Ну, к сожалению, не получилось у меня попасть. И вместе с этим я стандартно уезжаю в остров. Друзья, поставьте лайк. Мне кажется, что обзор без острова на нашем канале... Каждый обзор без острова является поддельным и фальшивым. Обзоры у Турямбыча только с островом. Другие это не наши. Давайте попробуем попасть по Брисбейну, который, конечно же, уйдет вне засвета. Не успеваем мы это сделать. Но ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы чуть-чуть отъедем назад и попробуем все-таки пострелять уже куда-то. Света нету, все в дымах, все нормально, все хорошо. Все стандартно у нас, все за островами. Ну, мы посветить, как видите, конечно же, никого не можем, поскольку перезаряжается все еще наша авиация. И мы где-то процентов 10 боевых инструкций настреляли. Кстати, они заряжаются за один, грубо говоря, раз, да? Чтобы вы понимали, то есть нельзя сразу получить миллион потенциалки и при этом, типа, ого, у меня инструкции зарядились. Нет, так тут не работает. Даем залп еще в ту сторону. Еще раз застреваем в острове для того, чтобы, ну, прям точно было, как раз попытался довернуть носовые орудия. И, в общем, остров в этом плане меня поддержал. Ну, да, но, тем не менее, какой-то залп еще по Североморскому мы присылаем, что, конечно, неплохо по-своему. Да мне даже нравится, на самом деле, этот остров. Мы как-то с ним уже, знаете, срослись практически. Уже, можно сказать, одно целое. Можно Брисбейна мне. Вот, спасибо большое. Отворачиваем еще раз от острова и продолжаем наш веселый боевой поход. Сбираем Брисбейн с хорошего попадания. Вот Ямато мне делает бубошечки. Но, кстати, не очень больно. За счет большого все-таки количества хитпоинтов здесь корабль живет достаточно уверенно. То есть, долго. Ну, и мы сейчас попробуем отдать еще раз Североморск. И все-таки выйти из нашего любимого острова. Мне кажется, рано или поздно пора это сделать. Как видите, достаточно шустро летят наши с вами снаряды. И поэтому можем мы себе позволить даже немножко поиграться с упреждением в этом плане. Можно чуть-чуть меньше брать, чем обычно. Мне прям очень хочется довернуть опять носовые башни. Нельзя, нельзя. Турямыч, держись. Не доворачивай носовые. А сейчас, кстати, есть вариант, что мы попросту не успеем попасть по Североморску. Только если он отстреляется или... А нет, все-таки чуть-чуть залетает. Ну, и начнем наши авиационные приключения. И нас, собственно, здесь ждет некоторый сюрприз. Эти бомбардировщики, они оба предназначены для захода с борта. Мы получаем, кстати, стадель от Североморска. Куда-то он нам ее присылает. Хотя, может быть, это был Ямато. Но я думаю, что скорее Североморск. В общем, оба эти... Оба эти самолета, оба эти авиагруппы именно предназначены для того, чтобы заходить с борта. Потому что, когда ты начинаешь заходить с носа, у тебя вот эти вот бомбы, они не очень хорошо ложатся. Ну, а уж те бомбы, которые топ-мач твои, так там вообще, пиши, пропало. Вот. Ну, как видите, никакого, конечно, не выдерживает вообще ПВО эти самолеты. В принципе, они не долетают, что касается вот этих бомбардировщиков. Ну, и эти бомбардировщики, в принципе, реализовать тоже будет практически невозможно. Потому что в условиях плотного ПВО очень слабо работают эти бомберы. Ну, и, как видите, там все корабли находятся под островом. И здесь сбросить у меня ничего не получится. Фактически, за время вот этих полетов я просто теряю время. И использовать бомбардировщики в такой ситуации будет совершенно истолковым, бесполезным занятием. Не делайте этого. Все-таки старайтесь при любой возможности использовать именно стрельбу. Ну, а самолеты здесь очень слабые. И реализовать их практически нереально, к сожалению. Вот. Ну, можно с вами попробовать зайти. Ну, как видите, я даже близко не успеваю, конечно же, никуда залететь. Все самолеты, естественно, косит моментально мощнейшее ПВО 10 уровня. Может тут, конечно, что угодно говорить про... Вот, видите, да, автопилот сломан, не работает. То есть, как только запускаете автопилот, сразу корабль останавливается. И начинает с какой-то ерундой заниматься. Ну, что ж, мы с вами сделали два боевых вылета. Забрали Брисбейн. Больше проку от меня не было никакого. Но я не теряю надежду. Мы еще можем чудесно пострелять. Все-таки пушки здесь, это, пожалуй, главное преимущество на Североморске. Действительно, артиллерия показывает себя неплохо. Ну, где бы еще могли вот такие залпы видеть? Классные. А, подождите, это не тот текст. Так, смотрите. Вот у нас выходит Североморск. Давайте попробуем... Я хотя бы, наверное, даже бы в Ямато бы жахнул. Ну, ладно уж, раз он так красиво вылез, грех у него не пристроить пару ББшек. По Смоленску он стреляет. Давайте посмотрим. В общем, бортом. Заодно очень хорошо нам получилось посмотреть на корабль. Ну, 20 тысяч почти отрываем мы ему в борт. Но, тем не менее, нету пробития цитадели. Мы просто пробиваем ему бортовую броню. Отворачивает уже чуть-чуть Североморск. Но, думаю, что это не будет являться существенной проблемой. В том плане, что он очень уязвим в плане своей будки. И если туда что-то все-таки нам удастся запихнуть, то какой-то дамаг все равно будет заходить. Хотя, кстати, я бы сказал, что, наверное, по сравнению с другими линкорами, с теми же, например, американцами, здесь в этом плане все обстоит несколько лучше. Будка чуть более бронирована. Ямато получает цитадель от Корфюрста. Ну, мы тоже даем залп. Может быть, удастся под трубу чего-нибудь ему забросить. Да, еще цитадель есть. Что ж, как говорится, вроде пока все выглядит неплохо. Но, обратите ваше внимание, 11 минут боя прошло. Наши боевые инструкции все еще не заряжены. Мы тем временем потеряли уже одну хилку. И половину команды практически с этой стороны тоже мы потеряли. Тем временем здесь я не вижу какого-то развития событий. И Североморск, похоже, уже активировал свои боевые инструкции, судя по всему. И да, вот он и летит уже в нашу сторону. А у меня, к сожалению, сейчас может быть небольшая проблема из-за того, что я под Монтаной решил развернуться. Помогите. Господи, помимо. Господи, помимо. Нормально вроде все пронесло. 9 тысяч. Ну, видите, урон как бы идет такой хороший, советский. Вот эти 4,6 миллиметров. В принципе, здесь пушки не хуже, чем на восьмерке. Может быть, даже сравнимы с девяткой. Так что артиллерия здесь ничего. Нормально. Сейчас у нас, кстати, зарядится наша авиация. И мы сможем слить наши самолеты под Смоленском и прочими всеми вот этими людьми под островом. Залетать туда смысла вообще никакого нет. Потому что самолеты не долетят. Вот эти бомбардировщики обычные. Они бесполезны в принципе. Потому что они слабые. Они с восьмерки. Ну, а самолеты, которые из десятки, которые такие бомбардировщики с прыгающими бомбами, их реализовать не получится. Потому что нужно зайти с борта. С носа они бесполезны, к сожалению. Так, ну что ж. Поскольку все находятся за островом, вся команда, тут достаточно сложно предложить какое-то развитие событий. Давайте попробуем. Сюда пойдем, наверное. Ой, Монтана какая бортом выходит. Ямато там собирается застрять. Сегодня у нас прекрасный, мне кажется, застревательный вечер. Я думаю, застрянет? Не застрянет? Вроде бы не застревает. Или все-таки застрянет? Ладно, давайте Монтане дадим сюда. Тут-то она точно не застрянет. Так что все нормально. Скоро мы с вами уже сможем использовать следующую хилку. Отлично. Два непробития. Хороший залп. Вот. И, собственно, похилимся. Будет все отлично. Давим мы вперед. Наша задача, естественно, здесь поддавить. Потому что нужно хотя бы активировать наши боевые инструкции. Ну и попробуем, может быть, попасть по Ямато. Баллистика нам, в принципе, позволяет. И здесь у нас следующий товарищ Североморск тоже нас очень-очень ждет. Давай по Ямато попадем. Надо пробить. Можем же, да? Можем, понятно. Отличный залп. Супер. Друзья, мне нравится корабль. Что бы вам ни говорили блогеры, которые будут от Леста его обозревать, очень хороший корабль. Не верьте им, если они будут его ругать. Здесь на самом деле все абсолютно в порядке. 57 тысяч дублонов. Вполне себе. Ну, может быть, 58 там. Посчитайте. Вполне себе справедливая цена за этот корабль. Считаю, что более чем достойно он себя здесь показывает. Я, правда, боюсь, наверное, чуть вперед выйти. Потому что меня тогда сожжет Смоленск, скорее всего. О, вот посмотрите еще какой залп. 4 тысячи в борт Ямато. Вы могли бы на другом корабле сделать такой залп? Мне кажется, это было бы очень сложно. Вижу я Смоленск. Возможно, что он будет стоять там, где он стоит. Мы, конечно, можем использовать и бомбардировщики. Почему бы и нет? Вот смотрите, какая Монтана на меня выходит. У меня спереди, правда, Североморск. Об этом тоже стоит помнить. Ну и Монтана здесь вроде как бы ничего там страшного мне не делать. Прокуют у нас наши боевые инструкции. Я думаю, что их смело можно использовать. Потому что все равно до конца боя остается как раз 7 минут. Здесь, ага, ну тут уже минус. Здесь уже ничего не придумаешь и не сделаешь. Все, надо давить. Отлично мы себя показываем. Супер. Десятый линкор. 126 тысяч урона. Отличные попадания. Я прям... Ой, что-то у меня две башни возле. Ну, бывает. Ничего страшного. Вот. Замечательно все получается. Ждем момент, когда мне наконец-то удастся пострелять по Монтане. А почему? Мы же можем использовать самолеты. Правильно скажете вы? Да, все верно. Давайте наши отличные бомбардировщики заходим на Монтану. Так. Смотрите, смотрите, как они идут классно. Жалко только очень медленно. Ну, может быть, какое-то количество все-таки я успею сбросить бомб. Ну, долетело. Да, почти половина дошла. Так что, мне кажется, никаких претензий быть не может. Половина бомбардировщиков долетела. Так что это более чем неплохо. Обратите ваше внимание на прок. Да, после того, как прокнули у нас боевые инструкции, сразу хилка у нас ускорилась. Но, конечно, подойти на дистанцию ближнего боя, на Североморске, вообще попасть под фокус. Это крайне такая себе идея, потому что очень больно его бьют. Вот, видите, самолет начинает перезаряжаться быстрее гораздо. Но вместе с тем, к сожалению, и ХП у нас тоже достаточно шустро заканчивается. Попробуем сейчас, может быть, долететь до Ямато 6000 ХП. Остается. Я думаю, что кто-нибудь, наверное, таки его заберет, беднягу. Может быть, это буду даже я. Хотя, ну, повторюсь, что самолеты достаточно медленные, без ускорителя. Они выглядят, конечно, очень печально. Но иногда удается все-таки паре-тройке самолетов долететь даже через, ну, посмотрите, какое ПВО. Практически каждый мог бы здесь пролететь, я считаю, через это ПВО. Да, ну, думаю, что можно сбрасывать уже. Лететь, конечно, никакого нет. Опять у нас сломан. Сломан наш автопилот. Ну, что ж, я, наверное, просто включу кнопочку вперед. Автопилот сломан. Ничего страшного. Это бывает. От этого игра совершенно ничего не потеряла. Починят. Не волнуйтесь, это нормально. Разработчики думают о нас. Вот, вылетаем нашим следующим звеном. Очень хорошие топ-мачтовые бомбардировщики. Применять их, кстати, против Североморска можно на ура, заходя ему в борт и присылая залп в будку. Давайте попробуем сейчас это сделать. В этом плане корабль, конечно, уязвимый. Жалко, нету здесь каких-нибудь истребителей, чтобы можно было чуть-чуть дать информацию об этом. Ну, очень, конечно, убивают мои самолеты страшно. Прям страшно, как их убивают. Ну, а вот пока, видите, у нас в наличии, да, вот в будку мы присылаем. Вот, больно было достаточно Североморску здесь. Ну, и пора нам с вами еще, я думаю, попробовать пролететь. Если мы, конечно, с Каней не двинем. Нет, нормально все, не попадает по нам Североморска. Казалось бы, такой точный корабль. Разброс всего 270 метров на его максимальную дистанцию. Один из самых точных кораблей среди всех Североморсков. Мне кажется, ни одного Североморска нету, точнее, в этой игре. Пробуем долететь до Североморска на этих замечательных бомбардировщиках. Ну, мы почти, смотрите, у меня сохранилось даже значительное количество самолетов. Ноль приблизительно. Ну, ничего страшного. У меня есть еще самолеты, мы можем полетать. С другой стороны, знаете, вот здесь тоже было бы несправедливо хейтить. Потому что вы же помогаете союзникам настреливать дамагу. Вы же чувствуете свою помощь здесь, да? Кто бы еще мог так помочь союзникам настрелять дамагу за счет ваших самолетов? Ну, сразу скажу, что вот эта троечка, это звено, оно практически нереализуемо. Потому что в условиях сильного ПВО, ну, наверное, только против восьмерок можно его использовать. Потому что, как вы видели, с десятками, конечно, никакой критики не выдерживает эта авиагруппа. Но вы же не всегда играете с десятками. Иногда вы играете и с одинцами, и с восьмыми уровнями. Так что, вот, посмотрите, у меня даже какое-то количество самолетов долетело-таки до Североморска. Мне кажется, замечательно. 4 тысячи урона, неплохо. Давайте делаем еще один залп в Североморск. И отлично, давай. Ох, супер. Прекрасно, друзья. Ну вот, казалось бы, что тут хейтить? Очень хороший бой. 177 тысяч урона, 30 Адели. Вполне себе достойный, приятный корабль за 57 тысяч золота. Мне кажется, он очень даже неплох. Я прям получил удовольствие от него. В общем-то, спасибо нашей команде. Ребята тоже отыграли на редкость хорошо. И давайте, что, не буду тратить ваше время, дождемся окончания боя и подведем итоги. Ну что ж, друзья, героическая победа нашей команды. Мы получаем дредноута, 78 попаданий главного калибра. И занимаем здесь третье место, достойное, достойнейшее. Друзья, посмотрите, 2 200 потенциалки. 150 тысяч бронебойными снарядами, 21 топ-мачтами и 4 300 обычными бомбардировщиками. Ну, повторюсь, что реализовать обычные бомбардировщики здесь практически невозможно. Они определенно нуждаются в ребалансе. Ну, а топ-мачтовые бомбы можно использовать в то время, когда, в общем, стрелять больше нечем. Во всех других случаях я бы вам посоветовал все-таки использовать главный калибр. В целом, получился прекрасный, очень интересный корабль. Самое главное, что советский, с историей, очень красивый камуфляж. Это одно из главных его преимуществ. Я считаю, такого красивого камуфляжа я давно не видел. Вот. Ну и, в общем-то, на этом, наверное, все, друзья. Я призываю в комментариях вас писать все свои соображения, насколько вам нравится этот корабль, сколько вы готовы задонатить, чтобы его приобрести. А с вами был Турье. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.